Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях Эвелина Волкова, член ЦК КПРФ, депутат Рязанской городской думы, и Денис Сидоров, секретарь Рязанского обкома КПРФ и также депутат Рязанской городской думы. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот, с 9-го числа у нас в центре города начинают работу около 20 платных парковок. И таким образом власти собираются решить проблемы и с парковками в центре города, и в принципе с транспортной загруженностью. Вот с вашей точки зрения, реально ли существуют эти проблемы? И если да, то можно ли таким образом их решить? Конечно, никто не спорит с тем, что у нас в городе существуют проблемы и с загруженностью дорожной сети, и с пробками, и с хаотичной парковкой автотранспорта. Но другое дело, что делать, как делать и за счет кого? Одно дело, когда платное существует не взамен бесплатного, а в дополнении к нему. То есть есть бесплатные парковки, а есть платные, пусть они даже лучше оборудованы. А что предлагается у нас? Хочешь ездить в центр? Плати. Или плати за штрафстоянку. Или вообще не езди тогда, получается, в центр. Вот в 2016 году была утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2016-2020 годы. В ее описательной части содержится много интересных предложений, касающихся как раз разгрузки дорог. Это и устройство дополнительных полос, и устройство дополнительных заездных карманов для парковок. А у нас сделали что? Сделали только платные парковки, причем на тех участках дорог, которые уже есть. И теперь получается и в центре, и в железнодорожном районе, где уже внедрен массовый эксперимент над населением, мы все знаем, здесь есть учреждения, есть организации, предприятия есть. И парковаться здесь надо и работникам, и посетителям. А какая альтернатива платному? Вот 25 мая заслушали мы на городской думе отчет главы администрации города о работе за прошлый год. И задали ему вопрос от нашей фракции. Этот вопрос был посвящен как платным парковкам, так и в целом развитию транспорта. То есть мы предлагали городской администрации рассказать, как комплексно она подходила к решению этого вопроса в прошлом году и как планирует в будущем. Под комплексным решением этого вопроса мы понимаем не только, чтобы возле и социальных учреждений, и вообще официальных учреждений были бесплатные парковочные, причем специально оборудованные бесплатные парковочные места, но и как будет развиваться муниципальный общественный транспорт, будут ли бесплатные в достаточном количестве перехватывающие парковки. Привели, в общем-то, и конкретный пример с 14-й поликлиникой. Ну, по поводу конкретной поликлиники, нам Олег Евгеньевич пообещал, что ситуацией он будет заниматься, решиться. Действительно, жители нам недавно сказали, что частично этот вопрос решился. Но вот что касается комплексного решения, что касается развития транспортной инфраструктуры в будущем, мы, к сожалению, ответа на этот вопрос не получили. Казалось бы, городская власть заинтересована в том, чтобы развивать муниципальный общественный транспорт. Потому что от его эффективной работы тоже зависит многое. Во-первых, проще осуществлять контроль в целом за работой городского транспорта. Здесь имеется в виду и соблюдение графика, это будет дисциплинировать, в общем-то, и частных перевозчиков, ну а также поможет доехать людям, которые не в состоянии просто оплачивать эти платные парковки. Однако, что мы видим? За консервированный в прошлом году троллейбусное депо номер один не добавляет в этом оптимизма. Вы знаете, у нас, если не развивается муниципальный транспорт, возможно, администрация города Рязани хотела бы пересадить жителей на велосипеды? Я не знаю, возможно. Но что для этого делается? В некоторых местах поставили парковки для велосипеда и думают, что этим они решат проблему передвижения людей на велосипедном транспорте? Нет. Для этого необходимы велодорожки. Причем велодорожки необходимы на дорогах, где ездят машины. Потому что, первое, это если велосипедисты ездят по дорогам, это как минимум небезопасно. И если у них будет своя собственная дорожечка, они спокойно будут передвигаться из пункта в пункт Б. И второе, если велосипедисты, как у нас сейчас очень много делают, ездят по тротуару, это небезопасно для пешеходов. Поэтому, если и администрация заинтересована, чтобы пересадить людей на велосипеды, то это надо подходить комплексом. Одними парковками, велосипедами, причем их не так много, этого не решить. Если вернуться к платным автомобильным парковкам, получается, что 90% прибыли уйдет Ростелекому, как инвестору. Это действительно так? Да, вы знаете, интернет уже несколько дней заполонил эту информацию о том, что 90% возьмет в себе Ростелеком. Конечно, мы, в принципе, выступаем против такого подхода. К нам обращались ко мне Кавелия Николаевна, обращались граждане с просьбой пояснить, так ли это. Я вчера позвонил Коплинскому, начальнику управления транспорта, и он мне пояснил, что действительно Ростелеком возьмет себе 90% прибыли от дохода за парковки. Только 10% будет идти в бюджет города. Мотивировав это тем, что Ростелеком потратился на приобретение паркоматов, что это очень дорогостоящее. Конечно, это дорогостоящее, никто не спорит. Но, как правильно Велина Николаевна заметила, что Ростелеком пришел на все готовое. Вот посмотрите, у нас есть памятник Ленина. Возле него была бесплатная парковка на сотни машин и мест. Что произошло? Поставили паркомат, асфальт остался прежним, сделали разметочку и собирают деньги. Разве это правильный подход? Нет, это неправильный подход. И предлагается людям за 500 метров ставить машину и идти пешком в какие-то госучреждения. Причем госучреждения в центре города очень много. Но посмотрите, где они будут ставить машины. Это или во дворах, а дворы сейчас очень много закрыты, или в проезжей части. Следовательно, если они будут ставить на большую часть, соответственно, скорость передвижения на этих дорогах уменьшится, потому что сузится проезд. То есть, чего добивается тем самым администрация? Она загрузит второстепенные дороги, она поставит паркоматы на главных магистралях, там будут также стоять машины. Соответственно, тоже дорога уменьшится. Разве это правильно? Нет. Если бы оператор к нам пришел, ну, в частности, вот Ростелеком, предложил что-то свое, какой-то ноу-хау. Например, у нас есть во многих местах широкие тротуары. Ну, сделайте там небольшие карманы, за счет этого у нас как раз расширится дорога. Или сделайте подземные парковки. Но оператор же пришел к нам и использует то, что есть. То есть, готовые дороги, готовые бесплатные парковки, которые стали платными. И, к сожалению, у нас получается, что Ростелеком будет только убирать эти парковочные места. А следить за асфальтным покрытием – это как раз преградива муниципалитета. Я считаю, что если уж Ростелеком пришел, то он должен и убирать, и ремонтировать асфальтное покрытие. Это тоже принципиально. Около Дворца Пионеров сейчас тоже сделали парковку, но можете съесть, посмотреть там асфальтное покрытие. Но, честно говоря, не совсем соответствует норме. Каким образом эта проблема решается в других городах? Ведь платные парковки существуют не только в Рязани. Как делается там? У нас жители центра администрацию успокаивают, что для них уже зарезервировано бесплатное одно машинное место на таких парковках. Но, в общем-то, опыт других городов, где эти платные парковки введены были ранее, показывает, что и этим жителям есть о чем беспокоиться. Так, например, в Москве, чтобы получить резидентское разрешение, но резидентское разрешение – это документ, который дает право на одно бесплатное машинное место на платной парковке. Чтобы его получить, москвичи столкнулись с целым рядом сложностей. Во-первых, это бюрократические проволочки, были даже сбои компьютерных систем, но и помимо этого им неоднократно выписывали ошибочные штрафы. А чтобы доказать свою правоту, это опять нужно хождение по мукам. То есть и здесь, и здесь тоже есть проблемы. Много говорили о других парковках, платных примерах, но вот хочу сказать, привести все-таки еще один пример с города Рязани. И касается он вокзала, железнодорожного вокзала Рязани-1. Там платная парковка, она действует уже более полутора лет. Оператор сменился, но, к сожалению, не меняется ситуация, что это создает неудобства жителям города. Понятно, что привокзальная площадь не только эта, а вообще все остальные, они создавались для того, чтобы к поездам было удобнее жителям добираться, подъезжать. А что у нас? С тех пор, как появилась платная парковка, это просто дает возможность определенным каким-то юридическим лицам поживиться за счет того, что людям нужно пользоваться железнодорожным транспортом. Нам говорят, там есть бесплатные 15 минут. Их может быть и достаточно для того, чтобы выскочить из такси, взять чемодан и убежать. А если нужно человека проводить до поезда или встретить, понятно, здесь 15 минут не хватит и придется раскошелиться. Или же, как сейчас происходит, у нас забиты ближайшие улочки, дворы, забиты машинами, они стоят там, но это как вынужденная мера для людей тоже. Что касается стоимости платных парковок, возможно, к вам обращаются жители нашего города. Я так понимаю, что власти считают, если у человека есть машина, то 20 рублей отдать за час вот такой платной парковки со всеми удобствами, это немного. Вот как жители реагируют на эту сумму и действительно ли она значительная или не очень? Ну, к нам жители обращались, они готовы собирать подписи, чтобы как-то этот вопрос решил. То есть были не только платные парковки, но и бесплатные. Что касается много или немного, 20 рублей. Во-первых, давайте посмотрим, в принципе, человек работает в учреждении, которое находится в центре города. Он свою машину должен оставлять. Мы посчитали, получается, у него больше трех тысяч даже, если вот смотреть за месяц. Много это или мало, но у нас Рязань не такой обеспеченный город, жители не такие обеспеченные учреждения, это не обязательно банки. Это первый момент. Второй момент. В эти учреждения могут подъезжать люди, могут подъезжать на машине. И в том числе и к той же городской думе или администрации. Там же вокруг сделали платные парковки. Человек должен подъехать, решить какой-то вопрос и вынужден заплатить. Вряд ли он успеет тоже за 15 минут какие-то такие вопросы решить. Поэтому, когда еще полтора года начался только муссироваться этот вопрос, наша фракция предлагала внести в соответствующее положение нормы, которые гарантировали бы жителям города, автомобилистам, возможности парковать свою машину на бесплатных парковках. Причем бесплатных парковок и по географическому положению, и по числу эти не должны были уступать платным машинам местам. Мы считаем, что это вопрос принципиальный. И как еще раз хочу подчеркнуть, если бы городская администрация развивала муниципально-общественный транспорт, или, как Денис Сергеевич сказал, была возможность безопасно ездить для велосипедистов, а то этого ничего нет. То есть какая альтернатива тому, что платное? Получается, что альтернативы нет. И тем не менее, с 9 июня платные парковки по большей своей части в центре города уже начали свою работу. Представители вашей партии будут делать какие-то шаги к тому, чтобы ситуация изменилась? Обращения и предложения в администрацию подготовлены. Часть из них повторяет то, что у нас было изначально. То есть сколько платных, столько и бесплатных должно быть. Обязательно бесплатными должны быть парковки возле как социальных учреждений, так и вообще вокруг, возле официальных учреждений. В том числе у нас есть приборный завод в центре города. Там несколько тысяч человек работает. Тоже как-то надо решать вопросы с ними, чтобы не было для них это дополнительно финансовой нагрузкой. Кроме этого, необходимо обратить внимание на развитие муниципального общественного транспорта, дать возможность безопасно ездить велосипедистам. Это тоже наш принципиальный вопрос. Ну а что касается в целом, я считаю, что либо все-таки здравый смысл у администрации возобладает, либо, я надеюсь, жители города своими активными действиями помогут им исправить ситуацию. Потому что сейчас активно ведется сбор подписей по этим всем делам. Мы надеемся, что все-таки будет улучшение ситуации, что власть поймет народ, что нельзя облагать дополнительными данью и поборами, тем более сейчас ситуация кризисная. Мы это все видим, понимаем. Будем стараться ее улучшить. Ну что ж, мы надеемся, что ваши инициативы будут поддержаны и одобрены. Вам большое спасибо, что вы сегодня нашли время и пришли к нам в студию. Ну а с нашими телезрителями мы прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. Увидимся в следующих выпусках.